друзья привет я александр беляк рад вас приветствовать на своем канале в рамках проекта пребываем слове вместе мы продолжаем с вами читать библию и сегодня у нас по плану быть главы с 16 по 18 мы с вами уже узнали о призвании авраама мы с вами узнали о тех благословениях обетованиях которые господь дал и о том завете который через авраама бог заключил со всеми его потомками хочу напомнить эти три основные части заветных взаимоотношений это бог обещает аврааму в рамках завета близкие отношения с собой превращение небольшой семьи в многочисленный народ и наконец землю и конечно же земля имеет важное значение потому что без своей земли любой народ он не больше чем кочевое племя давайте в этих главах которые мы читаем сегодня посмотрим как же развивалась библейская история по месопотамскому обычаю времен авраама бесплодная жена могла была дать мужу свою служанку и считать детей рожденные от такого союза своими соответствии с этим обычаем аврааме сара попытались получить ребенка через связь авраама с агарию но как мы уже с вами знаем или увидим дальше это не был путь бога новый завет называет сына агари рожденным по плоти а не по духу можете увидеть это в галатам 429 таким образом авраам станет будущем отцом двух групп бесчисленных потомков и эта история учит нас тому что все наши попытки достичь божьей цели своими способами не соответствующими духу это всегда неверный путь 17 глава книги бытия начинается с того что аврааму уже 99 лет и он и сара давно уже прошли тот возраст когда они могли иметь детей и вот через 13 лет после рождения измаила и 24 года после божьего обещания господь снова является ему с посланием и требованием то есть таким образом бог обновляет свой завет с авраам несмотря на то что в бытие 15 главе авраам стал свидетелем поражающего воображение зрелища сопровождавшего заключение завета в бытие 16 главе он тем не менее впадает в грех полагаясь на плоть 17 глава повествует об учреждении формального знака который и будет служить видимой печатью завета авраама он сохранится и тогда когда потускнеют воспоминания о видении конечно же мы говорим об обрезании и так бог снова обещает и подтверждает свои слова что авраам и его потомки таки увидят исполнение обещаний если будут соблюдать завет важным моментом в завете было то что бог дал себя аврааму и его потомкам буду богом твоим это первое и основное обетование на котором основываются все остальные бог необратимо связывает себя с его людьми чтобы быть их богом щитом и наградой это также означает что божья благодать прощение обещания защита руководство помощь и благословение даются в любви в новом завете все христиане наследует это обещание через веру в иисуса христа о чем мы можем прочитать в галатам 3 14 то есть главное и фундаментальное обещание завета это бог с нами помните эмануил бог с нами если мы рассматриваем божье благословение в отрыве от вот этой вот связи со христом то скорее всего мы разочаруемся и потому что ничего не получим самое великое обетование эмануил бог с нами и это также было и в случае с авраамом в древнем мире имена имели огромное значение например давая название животным адам демонстрировал свое господство над ними сходным образом изменение имени авраам на авраам также имело значение авраам с одной буквой а имело значение великий отец а авраам или абрахам вот этот хам имело уже значение отец многих то есть не просто великий но отец многих а изменение имени сары на сара также отразила новые отношения авраама с богом а также его новую роль основанную на обещании богом семени 18 глава рассказывает о еще одном явлении бога человеку и хотя вероятно авраам не сразу осознал что одним из его посетителей является господь он принял принял странников совсем почтение причина по которой господь решил рассказать аврааму о предстоящем суде заключается в его особой роли в божьем плане мера беззакония двух городов к тому моменту достигла своего предела уже ничего нельзя было изменить ходатайство за два отступнических города началось с вопроса показавшего полную осведомленность авраама о божьем милосердии по отношению к праведникам и разграничении которые он делает между добром и злом тот факт что количество праведников необходимое для предотвращения наказания было сокращено с 50 до 10 говорит о том что авраам также знал и о масштабе отступничество в этих городах и так он ясно понимает что бога собственно говоря не в чем упрекнуть и он способен делать только то что справедливо уверен вы будете благословлены когда будете читать эти главы библейского повествования размышляйте над словом божьим обязательно оставляйте ваши комментарии и будьте благословенны